ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все музыканты-нищеброды? Давайте поговорим на эту тему. Я сам лет с десяти болею музыкой. Мне интересно было развиваться, заниматься, узнавать что-то новое. Правда, у меня нет ни образования, я играю чисто на слух. У меня есть некий уровень, я могу писать песни, я могу играть, сходу импровизировать, сходу слышать любой трек и сразу играть. Короче, что-то могу, что-то не могу. Кто такой музыкант сегодня? Музыканты, в принципе, не славятся какими-то высокими заработками по отношению, например, к футболистам, к блогерам. Почему так получилось? Почему музыканты не зарабатывают сегодня раньше? Чтобы придумать песню, нужны были музыканты. Сегодня они не нужны. Сегодня песню артист покупает. У кого пишет какой-то саунд-продюсер, аранжировщик. Просто чувак где-то в интернете, где-то там в каком-то городе, он это делает на потоке массово, чтобы заработать массово. Делает, рассылает всем. Какая-то звезда, оп, случайно увидела, понравилось, купила. То есть, чтобы записать и придумать трек, не нужны музыканты, не нужны. Те музыканты, которые в группе, вот на сцене вы видите со звездой музыканты, они не записывают альбомы, они не придумывают. Они просто стоят как обои, в основном даже с неподключенными гитарами, под фанеру стоят, изображают бурную деятельность. Или играют только концерты. На запись они не нужны. Соответственно, аранжировку делает другой человек, аранжировщик. Создает, то есть придумал там он, придумал что-то, окей, как бы сам звук, бит. Ну, то есть, вот, качественное звучание делает аранжировщик. Это абсолютно вообще другой человек, не музыканты. Музыканты сидят там дома, ждут концерта. Соответственно, производство, чтобы сделать хит, музыканты не нужны. Дальше. В какой-то момент появились всякие мини-диски, компьютеры, драм-машины. И музыканты потеряли свою работу и свое влияние, свою значимость. То есть, мы можем использовать плейбэки сейчас. Сегодня мы можем вообще музыкантов не использовать. И самое что, что еще интересное, для людей сегодня перестало быть важным, что все звуки, которые они слышат на концерте, их кто-то играет. Им плевать, играет их кто-то. Или просто идет прослушивание трека, и чел сверху даблом под плюс что-то читает. Эффект один. Люди это не отличают, не читают, им пофигу вообще. В основном. То есть, я говорю про широкую аудиторию. Я это видел изнутри. Люди не читают. Вживую это, под фанеру там. Музыканты играют, не играют. Музыканты вообще не нужны. На них никто не смотрит. Кто там, Вася, Петя, не важно. Замени одного на любого другого. Ничего не поменяется. Даже если ты тут играешь уже 20 лет. Если тебя даже кто-то знает. Тебя заменят в любую секунду. И, соответственно, вы не нужны, чтобы сделать хит. Чтобы сделать аранжировку. В принципе, вы не нужны. На выступлении можно запустить плейбэк. Можно запустить плейбэк. Нанять в каждом городе просто чувака. Дать ему гитару. И он будет изображать, что он что-то играет. Платят за 1000 рублей. А вы где в этой схеме? Нигде. Звонят менеджеру. Звонят директору. Приглашают на концерт. Платят менеджеру, директору. Вы где в этой схеме? Вы за скобками. То есть деньги идут. Вот вы. А вот деньги. Деньги мимо вас идут. Вам просто какие-то крошки посыпят. От этих денег. Если артист стоит 50 тысяч, 100 тысяч долларов. А вам платят 10 тысяч рублей. 100 долларов. Ну, естественно. Кто вы? Кто мы? Кто мы? Кто вы? Музыканты. Но в основном, да. В основном, к сожалению, нищеброды. Да.